Продолжаем. Рождественские истории из серии мастер-классов, посвященных Рождеству. Это шпаргалочки будут, маленькие холстики по рисункам, сделанным с натуры и по воображению. Следующая наша тема называется «Иногда полезно переобуваться». Двухфигурная композиция. За окном снежная метель и окна покрыты таинственными узорами. А в гостиной праздничного замка горящие камины согревают танцующих, кружащихся в танце нарядных барышень. Но чтобы попасть на рождественское веселье, необходимо переобуться. Поменять тяжелые зимние ботинки на изящные шелковые туфельки. Ну вот они, две барышни. Исполним дворцовый интерьер, где главный источник света исходит из мраморного камина. Девушки в карнавальных костюмах примеряют изящные туфельки, а тяжелые ботинки бросают через плечо. Вдруг какой-то юноша поймает наживку. Вот этой девушке дадим ботинок, тяжелый, байкерский, а этой девушке дадим изящную туфельку. И давайте начнем делать шпаргалку. То есть маленький цветовой и тональный набросок для того, чтобы написать картину побольше. Хочу показать вам, как игрался Питер Брейгель, старший. Вот он в таких кругленьких холстиках делал однофигурные, двухфигурные композиции. И посмотрите, как они уютненько и красиво смотрятся, когда они, допустим, вместе висят, как маленькая выставочка. Давайте уподобимся нашему учителю. Так, снимаем. Предварительно напечатали мы размер под холстик. У нас холстик размером 24 на 18. Это наш паргалочку цветовую и тональную, которую мы сейчас с вами попробуем сделать. И вот такой же рисунок по размеру 24 на 18. Так, ну что, замыслим какую-то цветовую гамму, которая покажет нам рождественскую, такую серебряную, как сказать, ситуацию, как будто бы только с мороза зашли девушки, да, в дворцовую залу. И еще у них, как бы, руки и ноги замерзшие, они уже должны переодеваться к тому, чтобы начать танцевать. Поэтому давайте себе выдавим все красочки, которые нам нужны. Нам понадобится кадмий красный, который у меня вот он. Сейчас попробую намесить краску. Одну из любимых. Это белила, кобальт зеленый темный у меня, кадмий красный. Вот такую намешиваю гамму. Сначала давайте чуть-чуть темнее. Значит, свет у нас справа, значит, если свет справа, значит, здесь будут немного темнее. По голландскому принципу мазочки-подмалевочка. Так, стоять, не падать. Мы смело действуем в этом случае, потому что нам надо сказать только подсказочку себе сделать. Так, хорошо, этот цвет есть. Теперь самих барышень давайте цвет намесим. Давайте охра светлая, белила. И тоже чуть-чуть кобальтика зелененького туда. Ну, если у вас светлый, то и то лучше. У меня светлый закончился, я темным пользуюсь. Так, и я вот туда немножко кадмия оранжевенького, чтобы показать румянчик девушек. И вот. Это пара, которая превратилась в горообразную такую композицию. Они слились, эти девушки. Они помогают друг другу выбрать правильные туфельки. И, в общем-то, вот так. Так, еще какой-то цвет давайте ищем. Еще белилок сейчас выдавим. Давайте араратика возьмем. Кобальта фиолетового возьмем. Вот почему-то эту, именно эту композицию я не хочу делать сильно цветной. Но выработать тональный разбор очень, ну, очень важно. Значит, вот здесь у них будет потемнее, как будто бы как у этой горы из двух девушек будет как будто бы подозреваемая падающая. Вот она. И вот здесь, давайте вот здесь сделаем. Тяжело-тяжело укореним их. Одеждачки здесь будут у них каких-то цветов. Посмотрим. Так, хорошо. Это хорошо. Давайте еще один цвет какой-то введем. Сейчас, сейчас, сейчас подумаю. Думаю, да какой-то зеленоватенький хочется. Просто кобальт зеленый я расплавлю. Вот так, смотрите, он какой хороший. И нам пригодится этот цвет. Может быть и в одеждочках. Такое, морозные окна. Чуть-чуть туда кроплачка розовенького для еще одного оттеночка. Давайте кроплачка розовенького добавим, чтобы повеселить монохром. Вот видите, еще чуть-чуть. потемнее немного здесь дала. устойчивость этой ну, марсиком можно парочку мазочков парочку мазочков сделать чистым марсиком. Даже вот здесь, там, где их тела. Я думаю, вот так вот и хорошо. А теперь лезвие в руки. У нас здесь тоже такое во дворе красивое рождественское состояние. Стригут приусадебный участок, стригут кусты для рождественских таких приятных вечеров, чтобы эти все кусты были как в Версале, знаете, эти пострижены. Поэтому там жужжат пилы, а мы с вами делаем картину. Вернее, шпаргалочку для картины. Прижимаем лезвиком немного серебряный фон. Гору, там, где наши девушки должны засвидетельствовать свое почтение. Держим, держим. И давайте этот коричневый отсюда уберем цвет. потом носами. Еще прижимаем нашу красочку и вытираем остатки красок. И что нам теперь понадобится? Давайте на шпаргалочку возьмем газету. кусочек газетки опять. Делаем кулечек. Этим кулечком давайте сначала гору девушек по разной стороны. Север, восток, запад, юг. Вы это знаете. Потяжелее здесь по тону будет. Там, где они на полу переодевают ботинки в туфельки. Так, теперь давайте оторвем и чистой газеткой сделаем еще вот тот вот фон откуда они пришли из зимней вьюги. Серебряный фон. И начали согреваться и теплеть. Правильно? Вот. Согреваются, теплеют. Смотрите, такой вроде бы монохромный. Но вот из-за того, что там очень сложный рисуночек, посмотрите, какой он сложный в переплетениях. Нам надо будет очень серьезно подойти к тому, чтобы проследить их светотень. общую для двоих. Поэтому давайте немножко мраморного глянцевания. Чтобы не было сильно пушистого фона. Вот он. Холстик маленький. Мы не привыкли на таких маленьких. Но в этом есть свое очарование. Все-таки попытаемся мы из этих маленьких холстиков тоже сделать маленькие картины. Так, еще одно новшество. Смотрите, какая-то наша студентка придумала, что если мы хотим, чтобы тоненькая была линия, можно ручкой, шариковой ручкой передавить. Так, сейчас мы посмотрим, как нам их разместить. Сейчас давайте разместим и передавим. Смотрите, здесь точно можно разместить. можно немножко выше поднять. Так, вот так. Все, вот они наши девушки. Сейчас будем передавливать. Передавливаем вместе с рисунком тональным и анатомическим, который из линейного сделал Владимир. Для этого я возьму очочки, побольше опций и начнем. Помню, как мы им делали головные уборы. Вот это такой заяц с большими ушами. Сейчас можно я посмотрю, какая идет тоненькая или нет полосочки. толстая все-таки идет. Вова, где-то есть еще тоньше на кухне может быть ручечка. Все толстая линия идет, нам надо тоньше. Вот капеля такие шариковые, но тоненькие надо. Может, которые уже не пишут. неси все, которые есть, я попробую. Карандаш. А, это такой карандашик. О, я попробую сейчас. Вот он. Тоненький. Ой. Хвостик. Сейчас я посмотрю. Ну, да, хорошо вот этим карандашиком. Так, ушки зайца идут. Лицо первой девушки. И хорошо, что Володя нам сделал свет не только справа, но и сверху, как нам предлагали учителя из эпохи возрождения. у Леонарда, у Тициана, у Рафаэля очень много освещенности сверху. Так называемый божественный свет. Давайте первую девушку передавим, потом вторую. Хорошо? Видите, промокает, промокает эта передавочка, поэтому печатайте всегда две штуки. Одно на то, чтобы передавить, а вторую на то, чтобы на нее смотреть. Так, и вот падающую. Давайте сначала одну девушку. бертия, падающая тень на торс. Вот ее рученька пошла, которая в браслетах. И она держит за руку вторую девушку. девушку. Знаете, есть такое, все знают, когда ты переодеваешься, допустим, переодеваешь обувь, то не можешь удержать равновесие и надо обязательно за кого-то держаться. Знаете такое, да? И вот наша первая девушка держится за свою подругу. И вот она в таких штанишках широких. Так, а вот здесь, смотрите, Вова нарисовал пальчик ее, указательный, на котором висит грубый ботинок, в котором она, может быть, пришла через снег. Так, карманчик, брючки полосатенькие. Давайте так и сделаем. Они же пришли на карнавал. То есть, чтобы не запутаться, сначала делаем одну девушку. Хорошо. Вроде бы все сделали для первой девушки. Собственную тень нарученьки покажите. Так, среднесерединную линию. Анатомические. Яремная ямка, ключички обязательно. Есть. Так. Вторую девушку давайте. Головные уборы, как сейчас помню, шила из старых шляп фетровых и наполняла их какими-то бусинками, какими-то красивыми тесенками. В общем, эти шляпы служили очень многим нашим натурщицам для того, чтобы историческая составляющая была. для этого надо иногда смотреть документалку про Гальяна, допустим, или про других кутюрье, которые вот Гальяна, Джон Гальяна, он, чем он славится? Во-первых, ну, он, конечно, гениальный, но он что делал? Он брал историческую составляющую, понимаете? И потом, допустим, из какого-то 14 века он дергал головные уборы и этими головными уборами вместе с обувью, с аксессуарами он наполнял ту или иную коллекцию. Он все плясал всегда от головных уборов. Так, вот эти вовины, овалы знаменитые, надо прослеживать. Так, и вот рученька у второй девушки, которая тоже на мизинчике держит туфельку. Давайте. С каблучком. Есть. Рука есть. Давайте спина. Мы ее потом оденем. Она-то у нас здесь в нижнем белье, но мы потом, конечно, ей сделаем корсет. И вот посмотрите пластика собственной тени Володя нам показал. И давайте вот как корсет будет дотрагиваться. Падающая тень от согнутой руки. Территория таза с падающей тенью и собственной тенью. все прослеживаем. Так. И вот вот эта ноженька давайте, которая пересекает подругу. Неизвестно, как мы накроем платьем эту ноженьку. Возможно, когда они переодеваются, у них и видны чулочки и туфельки и лодыжечки. то есть мы входим в их состояние, этих дамочек. И вот это, наверное, босиком. Давайте, да. Она так и позировала это. Лера, нам помню, позировала прям босиком. Сидела в нижнем белье и тогда можно было проследить все анатомические подробности. Видите, две ножки оголенные и анатомия стопы снизу. Так. Вот эта ноженька пошла туда, это отсюда она вышла. Посмотрим, как мы ее преподнесем. и вот падающая от обоих фигур. Давайте, вот она. Посмотрим, может, мы что-то не передавили. Так, вот это, по-моему, не передавили. И вот это. Просмотрите, вот это рученька. Давайте, вот она. Видите, они за руку держатся, чтобы не упасть. Допустим, она хочет эту туфельку примерить сюда и держится за подругу, чтобы не рухнуть. Так. Ой-ой-ой. Смотрите, если что-то не передавили, ничего страшного. Шеечка, цилиндр, причесочка. А, вот смотрите, что они передавили. Падающую тень можно сделать. Вот она, смотрите, от них на стену. или на камин. Вроде бы все. Снимаем. Если что-то не передавили, ничего страшного. Смотрите, как бумага в себя взяла весь подмалевок. Пусть остается. Вот так, может быть, когда-то произведение искусства можно монотипию сделать. Так, теперь быстренько делаем следующее. Берем наш рисунок, второй. Вот он. И пусть он нам позирует. Как бы нам его так прицепить, чтобы он постоял. Сейчас давайте я все-таки поставлю хорошо, чтобы она не падала, потому что нам очень быстренько надо все протереть. Носочек берем новенький. Найдите новенький носочек. Вот он. и и так. Сейчас, секундочку. и и Ручка, мне надо что-то сделать, чтобы она вот так стояла. Дай мне кнопку на окне. Спасибо. О, где же, значит, архитектурная мысль. Так, и давайте, вот носочек, погнали. Свет справа и сверху, давайте. Сильно много не будем мучить, вот пройдемся вот так вот, такими, знаете, прямоугольничками. Недавно мы смотрели выставку Николая Фешина, по телевизору смотрели, Фешина выставили в Питерской Академии Художеств. И там у него тоже были маленькие работки, там, где он свою доченьку, вот Ия у него была доченька, и он ее постоянно рисовал в развитии, как она росла. И он делал на совсем маленьких таких кругленьких холстиках Ию свою. И было очень, ну, как сказать, живописи нет предела, красоте живописи нет предела. Хоть огромную он делает свою капустницу, да, там, 2 на метр 80, да, или маленькие, допустим, 10 на 10 портретики Ии. Вот, поэтому, вот видите, я уже протерла тельце первой девушки. Вот ее пальчик, пусть он вот так будет, давайте. И давайте сразу цвет штанишек возьмем, да. Ну, я предлагаю немножко зеленоватый его взять. Кобальт зеленый. Сейчас придется белилок. Дайте мне немножко еще белилок. Давайте вот штанишки у нее возьмем. У меня кобальт зеленый темный. Сильно не будем расцвечивать, но все-таки нам надо... О, вот такой цвет. Так, а где же вторая рученька? Неужели... Эх, неужели я ее... Да, вот эта линия, вот она. Извините, вот она эта линия. И вот этот пальчик. Смотрите, я не только протираю, да, я же еще и чуть-чуть цвета даю. Так, чтобы мы уже были... Как бы по цвету примерно понимали. Примерно. Так, вот рученька идет. Давайте вот. Вот. Лучше всего протирать такими прямоугольничками. Так. Полосатость. Так, это темненькая, это светленькая, темненькая, светленькая, темненькая, светленькая, светленькая. У меня такие были штанишки полосатые, хэбэшки, да, льняные. И вот я всегда одевала на своих натурщиц и подвязывала им, вышитали их эти штанишки. И они такие, как сказать, интересные для карнавальных действий. И вот здесь вот, давайте, икра видна этой ножки, да. Возможно, что это и юбка, а не штанишки, да. Давайте попробуем. Хотя штанишки было бы более как-то интереснее. Так, еще одна. И вот здесь вот пяточка видна. Вот она устойчива должна быть. Так. Все. Вот смотрите, как быстро мы протерли первую нашу дамочку. А вторую, чтобы протереть, давайте сделаем ей падающую. Кобальт зеленый. Арарат, кобальт фиолетовый. Сейчас я сначала сделаю ей потемнее фон. И тогда мы с вами сможем... Давайте попробуем. Кобальт фиолетовый, арарат. И вот смотрите, даже вот здесь, да, начнем ход падающей тени. Потом головной убор пойдет. Вот мы потом посмотрим, какого цвета будет. Я думаю, что надо немножко сюда еще дать. Кобальтик зеленый темный. Давайте кобальт зеленый попробуем. Кобальт фиолетовый. Ну, смотрите, у нас кобальт зеленый темный, да. Ну, даже похож на тот фон. Давайте падающая от всей горы обнявшихся девушек. Да, хороший фон такой получился. Фон и падающая тень на фоне должны быть одними, примерно одними же красочками. Так, еще, еще, чуть-чуть, еще, чуть-чуть. Вот. Пусть вот так вот будет. А потом вот внизу мы еще пройдемся с вами, чтобы укоренить их. Вот, укореним их, эти ножки. И посмотрим, может быть, мы дадим потом... А, еще смотрите, где. Еще вот здесь. Сделайте между ними, как будто падающая тень идет от первой девушки тоже. Они тогда горообразно встанут. Так, вторую. Вторую девушку быстренько головной убор. Справа свет. Падающие тени идут вниз и влево. И вот, смотрите, лицо. Давайте такими мазочками. Оп. Я думаю, что волосы мы сделаем марсик. Марсик, вот так вот, коричневатый, темненький. Так, а у этой не будет видно волос. Хотя вот здесь можно немножко сделать. Потому что у нее головной убор шапочка зайца. Очень крутая такая штука. Так, ну что, пошли быстренько у нашей второй. Было бы неплохо им имена дать, но со временем дадим. Лицо. Лицевой угол. И старайтесь оставить немножко подсказку себе в виде передавки. Вот. Трехглавая. Вот она здесь напряжена трехглавая, потому что она держит туфельку и хочет одеть ее на ногу. Давайте мы сначала вот эту рученьку пройдемся с вами. Лопатка тоже будет освещена. А потом посмотрим, в полутон мы больше будем ввести краски или все-таки мы его сделаем уходящим на нет. Так. Так. Цвет. Ой, извините. Это рука. Ой-ой-ой. Это рука второй девушки. Вот она. Обязательно ее надо будет поперек, поперек. Как Вовочка нам говорил. Так. Это рученька пошла. Судя по овалу, пошла. От локотка вниз вот здесь овал, да? Можем здесь и перчаточку ей сделать, да? А можем и без перчаточки посмотрим. Так. Вот здесь чулочек. Я думаю, что чулочек надо будет сделать. Ну, сейчас посмотрим. Давайте. Запястье. И вот пястье. Обязательно пястье. Продавите себе. Если у вас рука не залазит в пальчики, потом мы сделаем. Если рука не залазит в туфельку, тоже потом сделаем лезвиком. А сейчас пока давайте в спину пройдемся. Помним, что спина – это цилиндр, да? Вот лопаточка. И вот здесь собственная. Ну, я думаю, что собственную мы тоже кубольт-фиолетовый Марс. Немножко утемним. Вот. Вот она. И все. А здесь мы уже сделаем ей какой-то цвет корсетика. Давайте. Ну, сейчас, подождите. Давайте сначала вот таз. Хотя бы немножко таза, да? Вот таз ее идет. И чулочки. Давайте сначала таз. Сейчас мы ей придумаем небольшую одеждочку. Небольшую. Вот бедро пошло туда и бедро пошло сюда. И давайте мы сначала с вами сделаем... Сейчас, секундочку. Падающая тенька все-таки Марс, кобальт-фиолетовый. Вот под тазом. Вот она. Под тазом. Хорошо, что Володя нам сделал освещение сверху. И прям нарисовал падающие тени. Крутые. И вот здесь тоже будет. Хорошо. Мне было бы неплохо БНУ там включить. Потому что я потихонечку начинаю не понимать, что делать. О, да. Так, это я музыку попросила включить, потому что мне нужна музыка. Так, не уходим, не уходим отсюда. А сами давайте подумаем, черные чулочки ей делать. Или давайте попробуем, знаете, какие сделать? Краплак. Краплачок. Кобальт-зеленый. Вот они такие. Вот они. О, отлично. Цвет хороший. Сразу давайте темненькую сторону чулочков. Вот они. Цилиндры, цилиндры. Так, вот чулочек пошел. И пяточка. Все-таки не босиком, да? Все-таки в чулочке, да? Холодно. И сразу свет на этом чулочке. Давайте. Коленочка. Так. И второй чулочек намекнем там, что он есть. Вон он. У нас это будет такая легкая-легкая подсказочка цветовая. Вот они наши икры, да, такие. И вот пяточка тоже. Пяточка имеет объем. Вот он. Так, туфельку пока не трогаем, мы ее потом сделаем. А сами себе говорим, что мы уже все сделали, кроме... Давайте ботинок обозначим. Иначе перевешивает. Вот он, ботинок, здесь будет. И давайте мы сразу подумаем, стоит ли такую падающую большую делать. Сильно перевешивает композиционный строй влево. Поэтому мы эту падающую успокоим немного. Она будет, но не такая сильная. Так. А теперь быстренько пол, да? Ну, мы там обещали камин. Не знаю, поместится или нет. Но то, что нам надо делать клетку на полу, это точно. Знаете, да, что такое клетка на полу? Это вот она. Замок. Давайте в какую сторону. Если у нас это так идет, то клетка на полу будет вот какая. Смотрите. Сейчас я, знаете, чем... Вот чем, смотрите. О! Клеточки мы умеем делать с детства. С раннего детства. Потому что мы выросли в замках. Клеточки на полу дадут нам сразу же... Сейчас вам скажу. Дорогую территорию, да? Такой вот замок. Вот она, клеточка. Протираем ее. Вот она, клеточка. Так. Вот она, клеточка. А вот это на чем-то сидит. Ну, может, пуфик какой-то нарисуем. Намек, да? Или стульчик. Вот. Самое главное – показать от нее падающую тень. Давайте вот. Вот ножка и падающая тень. Давайте марс, кобальт, фиолетовый. Падающая тень. Общая падающая тень. Да, вот она. Вот туфельку потом посмотрим, какого цвета сделать. А вот какую ей одежду сделать по цвету, давайте подумаем. Или сейчас не будем делать одежду, а сделаем ее потом. Вот посмотрите, такая серебряная гамма получилась. Что мы еще можем здесь сделать? Я думаю, что надо чуть-чуть арку какую-то сделать. Давайте. Типа. Ну, замковость, да? Там колонну какую-то красивую. Какого-то... Какого Вова дорического или какого ордера делать? Дорического. Только им чуть-чуть надо. Дорический. Простая форма. Это Володю надо позвать. Он эти колонны знает на память. Вот они там. Типа. Все равно. На такой маленькой. Все равно делаем. Вот, да? Намекнули. Что это замчик. Сзади там. Можно там какой-то канделябр повесить. Свечечку. Вот. И вот она у нас уже, да? Это ситуация. Сейчас. Быстренько еще пол. Пол. Давайте потемнее эти ромбики. Так. Вот ромбик. Он ромбик. Вот ромбик. Вот ромбик. Видите? И сразу замковость такая. Вот смотрите. У нас с вами организовалась такая территория. Здесь надо будет какой-то цвет ей дать. Мы пока не знаем, какой. Ну. Может, вот такой цвет дадим ей одеждочки. Лиловый. Вот. Корсетик. Не будем же мы ее сажать в нижнем белье. Правда, Жанна? Так шокирует всех. А так? Переплетенный корсет и, возможно, юбка, да? Юбка как-то вот так идет. Так. Вот у этой надо тоже какой-то корсетик дать. Сейчас я пойду через кадмий красный. Попробую просто какой-то цвет. Кадмий красный в разбелии. Он дает такой нежный, розоватый. Мы с вами не будем сильно расцвечивать их одежды. Но нам надо показать состояние их настроения. Они из холода сразу забежали в тепло рождественского праздника. И вот они быстренько-быстренько переобутся и бросятся танцевать. Ну да, надо будет здесь ей платиться, конечно, дать. Дадим. Вот здесь вот хочу потемнее дать, чтобы показать, что это все-таки штанишки у нее. И вот на этом, я думаю, надо остановиться для того, чтобы потом следующий момент это протереть и прописать легкой летящей кистью и уже тогда на завершение тянуть. Много здесь работать не надо. Можно там вдали тоже еще поставить парочку фигурок уже мужских, возможно. Посмотрим. Так, самое главное, посмотрите, чтобы не было сильно видно передавочек, а только так, чтобы вам было их видно. И вот давайте я вам для интереса покажу, какой должен быть яркости. Вот давайте треуглавая. О, вот какое тельце должно быть, да? И вот здесь треуглавая. Давайте. Свет сверху будем делать. Вот. Это мы будем делать сегодня вечером, а сейчас пока отставим ее. И чтобы она не высохла, смотрите, возьмите кулечек. Вот так. Не, ну, вам-то не надо это делать. Это же шпаргалка. Ну, просто, чтобы вы поняли, чтобы не высохла работка до завтра или до вечера. Вот так ее в кулечек. Вот так. И завязали. Ну, не приклеиваем. Просто вот так завязали и положили где-то, чтобы не наступить. Который мы сделали давно-давно. У нас были барышни в переплетениях. Отдаем его Владимиру. И Владимир делает нам подробный рисунок светотеневой, который подсказывает, что у нас свет не только справа, но и сверху. И давайте мы с вами начнем. Не начнем, а продолжим то, что я сделала сегодня. Так, где наши? Вот они. То, что я сделала сегодня. Накидала просто такого серебряного цвета. Кобальт зеленый, кадмий красный. Сейчас, видите, как я? Не надо, чтобы он был сзади, этот рисуночек, и позировал. Так, и вы тоже. Так, сейчас пока не надо за мной писать. А сейчас вы просто смотрите, как делаются шпаргалочки такие. Так, и вот так поставим. Немножко шкребанем, хорошо? А потом уже напишем пастос. Возьмите лезвийко. Ну, не возьмите, а смотрите, как я действую. Смотрите, мы их ввели в такую ситуацию, где дворцовый пол такой шахматный. Вот там колонна, какая-то арка. То есть они пришли, прибежали из холодного, допустим, зимнего города. Прибежали на какой-то карнавал. И вот они быстренько-быстренько хотят переобуть тяжелые ботинки на узенькие, тоненькие туфельки. Так, сейчас я возьму, знаете, какую картину на цветовое предпочтение. Вот Володе Харченко картина «Клоун» мне подойдет по цвету. Харченко Володя наш друг. Вот, и он с нами вместе учился в Грековке. Я думаю, что он не был бы против. Так, и вот у этой дамочки, смотрите, наверное, мне придется поставить вовнутрь, иначе он хочет упасть, моя работка. Так, смотрите, у этой дамочки, буду держать вот так, карнавальный костюм, шапочка с ушками. Такой, знаете, заяц, такой заяц хороший, с такими ушами. Вот она. И так она очень архитектурная, эта шапочка. Я помню, мы делали головные уборы. Вы тоже можете головные уборы делать. Все, я вот так, с вашего позволения, прижму, ладно? Потому что падает. Все, лицо, давайте лицо шкребанем немножечко. Сейчас, с вашего позволения, чуть-чуть ниже себе сделаю. Вот, и это так интересно, это так, ну, как вам сказать, празднично, да? Когда мы делаем вот такие вот маленькие картины. А если еще вдобавок вы будете знать, кому вы делаете их, какому-то любимому ребенку, девочке какой-то. Так, не падать, не падать, хочет падать и все. Так, и вот так, вот так, да, ты просишь повернуть. Вот я повернула, вот я повернула. Так, давайте, вот лицо ее, не падать. Шкребанем, шкребанем немножечко. Носик. Это потом маленькой кисточкой, если вдруг, то можно и дописать. Но сейчас пока нам надо цветовой нашлепок. Шеечка. Хочешь, вот так я тебя поставлю и не будешь падать. О, молодец. О, вот так. Все, теперь она не будет падать. Так, и вот эти ушки заячьи очень круто смотрятся. Так, лицо, шеечка. Видите, мы сначала первую дамочку шкребанем. Иоремная ямка. Трехглавая мышца на руке. Среднесерединная линия на грудине. И вот в таком, такой корсетик идет, да, вот, как типа большое бюстье, да. Вообще очень важно еще и собирать одежды, как это Гальяна делал. Он собирал исторические одежды для того, чтобы новые коллекции делать. Мы тоже с вами можем зарисовочки одежд делать, даже из каких-то фильмов, даже пойти в библиотеку взять, посмотреть, что носили дамочки в том или ином веке, да. И вот смотрите, вот она рученька идет вот сюда. И здесь вот она пальчик и держит ботинок тяжелый на пальчике. Вот он, пальчик. И здесь тяжелый ботинок, пусть вот так он будет, такой Марс. Так, и вот, давайте вот тельце ее еще чуть-чуть. Свет справа. Так, вот здесь можно колонну сделать какого-нибудь коринфского ордера. Вот, там сзади кусочек интерьера, да, можно будет сделать. А нам очень важно именно сделать их, девушек этих. Так, и она, посмотрите в какой одеждочке, она в таких штанишках, которые полуплатья, полуштанишки. Вот они, и мы туда дали кобальт зеленый темный. Вот у нас такая красочка подошла сюда. И мы вот укореняем ее ножку вот вниз, которая будет заканчиваться. Вот, пяточка и каблучок. То есть она уже, а можно сделать и босиком она стоит пока. Эта дамочка сейчас будет одевать туфельку. Вот туфелька есть. А эта пока стоит босиком, сняла только. Сняла только ботинок и стоит босиком. Так, есть, так. Вторую дамочку тоже у нее очень какой-то изысканный на голове чурбанчик такой с узорами. Да, то есть специально для этого карнавала сделанный, да. И мы можем даже туда... Сейчас. По цвету дать какие-то ударчики, да, узора на головной убор. Так, лицо, лицо девушки красивое, каштановые волосы. Ну, можно, конечно, чтобы вам было интересно дать немного им лица, да. Да, вот глазки, бровки, падающая тенька от головного убора. Да, сейчас сделаем с вами им румянчик. И вот у второй девушки, у одной девушки профиль влево, у другой вправо. И мы вот так сильно не мучаем. Так, вот головной убор красивый. Главное, что у нас в рисунке все сказано. И мы потом, когда с вами будем делать большую работу, ну, как большую, 30 на 40, там, где можно все прямо показать, все, ну, выписать портретики, сделать светотень кожи. Позже, вот тогда будет интересно. А здесь наша задача быстренько нашлепать такую, как подсказочку себе. Давайте. Так, шеечка. И вот это у первой рученьки, у первой девушки рученька идет вперед и держит вторую девушку за руку. Вот. И вот здесь они, знаете, такое состояние, что когда одна девушка одевает туфельку, то ей надо за кого-то держаться, чтобы, ну, равновесие. И вот она держится за свою подругу, а сама примеряет туфельку. Давайте. Вот здесь трехглавая мышца пойдет со спины. Вот. И смотрите, локоток на нас пойдет, вот, вот так на нас, вот здесь бицепс, обязательно руки нельзя рисовать как плети, их надо обязательно дополнять объемами знаний и знаний анатомии. То есть самые простые, самые, ну, распространенные мышцы, да, руки, это трехглавая, это бицепс, и это вот здесь мышцы на локтевой и лучевой костях, так. Они, ну, нужны для того, чтобы нарисовать изящную хорошую руку. И вот обязательно пястье, и вот она держит туфельку у себя на, тоже на мизинчике висит она, вот она, эта туфелька. И вот смотрите, мы же не будем, кто позировал, Юля Стразова позировала эту девушку, и она была в нижнем белье, да, и в чулочках. Ну, мы же не можем себе позволить рисовать в нижнем белье сейчас, они же пришли на бал, их надо одеть во что-то. И вот тут-то пошла загвоздочка, и мы превращаемся еще, кроме писателей, еще превращаемся в кутюрье. Мы должны им нарисовать такие одежды, которые, ну, будут соответствовать обстановочке, понимаете? Ну, то, что у нее должен быть корсет сзади, то это хорошо. И вот мы сразу, да, вот такие завязочки. Помните, как мы корсеты рисовали? Здесь завязочки на корсетике. И вот хорошо Танечке Богомолкиной, она закончила театрально-художественное училище одесское, и она уже сразу знает, во что одевать ту или иную барышню. Поэтому, а мы должны немного поработать с костюмами. Костюмы надо уметь придумывать, да. И вот давайте ножку еще шкребанем чуть-чуть, и будем уже насыщать одеждой. Так, ножечку шкребанули. Вот, смотрите, пяточка, это шар. Да, и мы его обязательно в круг берем. И вот изнанка подошвочки девушки, которая еще не одела туфельку. А туфельку мы сейчас с вами сделаем, как обычно. Как ми красный белила. Мы любим такие туфельки делать. Красная белилка. Сейчас, давайте сразу туфельку. Будет интересно. Вот она. Кадми красный белилка. Каблучок. И что еще мы можем этот цвет куда еще дать? Вот сюда на бюстье можем дать этот цвет. И, конечно же, сейчас вам скажу еще куда. Это их румянчики. Вот так. Оживить немного лица девушек. Они же прибежали с морозца, и они, как это, разрумянились. Так, хорошо. И вот вторая ножка тоже. Помним, да, что вот здесь пяточка идет, да. Икра, икра, икру обязательно, да. Надо бедро тоже вот здесь. И пяточка, и изнанка, ну, подошвочка, так. На которую она сейчас будет одевать вот эту туфельку. Так, ну что. Вот здесь вот, конечно, попу мы не будем рисовать, а надо будет какое-то платье накидать на нее. Мы накидаем сейчас, может, какую-то юбочку. Давайте возьмем кисточку, и остальное с вами уже будем действовать. Вот я сейчас хочу показать, как пишется тело, да. Тело человеческое. Охра светлая. Белил. И мы вот так накидываем с вами хоть чуть-чуть пастозика маленькими. Видите, третье действие это пастозик, да. И накидываем. Но мы уже знаем, где у нас будет свет, где у нас будет общая тень. Так, и, конечно же, вот мы знаем их лица. Это молодые девушки. Даже можно, знаете, что взять? Немного кадмия оранжевого, да, для интереса. Вот так вот, ну, чтобы цвет кожи был такой вот посвежее чуть-чуть, да. Может быть, там отблески от камина. Так, еще охра светлая, белила. Еще кое-где нам надо, вот, дать освещение их телам. Накидываем, накидываем. Конечно, когда мы будем писать такую побольше работу, мы обязательно с вами напишем как следует светотень тела. Там надо начинать с охры золотистой, если вы помните, да, и заканчивать кадмием красным, разбели. Но сейчас пока просто немного накидаем охра светлая, белила. Вот так. У нас же цветовой набросочек с вами. И на рученьки переплетение рук. И вот сюда рученька спускается за туфелькой. А вот ножки, ножки, скорее всего, надо будет пойти через охру золотистую. Давайте у этой девушки ножку обозначим, так. Ну и у этой она будет в чулочке, поэтому не будем сильно, да. О, все, осталось, что нам осталось? Давайте кобальт фиолетовый арарат. Немного возьмем их в арочку, да, вот так. Так, арочка там пошла. Окружим. Ну и, конечно же, вот она там пошла. Красивая, красивая колонна. Можно где-то нарисовать спустившись. Но это в более большой работе мы нарисуем, да. Там фонарь какой-то, да, который освещает эту залу. Или поставим. Все. Пока тонального хватит, кроме падающей теньки. Нам падающие теньки очень нужны. Как будто бы освещение идет сверху. Так, вот они. Опять же, мы сам рисунок, вот, держимся за этот. Вот, но нам надо цвета дать больше, да, цвета. Так. Ну, давайте цвета дадим для этого. Основной цвет, который здесь у нас присутствовал, это кобальт зеленый в разбеле. Это он? Да, это он. И он такой красивенький, если мы еще добавим туда немножко краплачка. И вот, смотрите, вот эти штанишки, да, у нее. Мы не боимся спрыгнуть с рисунка сейчас. Не боимся, потому что у нас рисунок, вот он, есть. Мы его потом на большой работе сделаем. А нам надо цветовую такую. Давайте еще чуть-чуть зелененького дадим. Вот. И вот это у нее штаны-юбка, они вроде как полосатые. И мы захотим, сделаем полосатую. А захотим, просто вот так вот смотрим, уже достаточно. А давайте чуть-чуть темнее какой-то кусочек сделаем, для того, чтобы показать объем этой одежды. И вот я советую вам все-таки смотреть документалку про кутюрье. Ну вот про Гальяна-то точно посмотрите, как он воровал у, сейчас скажу, у исторического прошлого. Он чуть-чуть подворовал идеи. Ну мы-то все это делаем, да, потому что нам надо смотреть соединение, допустим, идей 15-го и 20-го века, да, допустим, соединение. Оно же повторяется все. Ну и с какими-то еще со своими, как бы, пожеланиями. Так, и вот я, смотрите, эти же цвета взяла. Кобальт зеленый, темный и кроплачок розовый. И вот они, эти штанишки. Я немножко их, как сказать, утяжелила этим цветом. И вот смотрите, что же нам делать, знаете, с чем? Сейчас я скажу. С вот этим бюстье. Я все-таки пошла через кадмий красный, но чего-то кадмий красный не удерживает эту территорию. Вот кроплак, кобальт. Этот же цвет, только в сторону кроплака, да. Вот немного, чуть другой цвет этого бюстье дает сразу, ну, карнавальную такую, знаете, территорию. Ну, нарядную, так скажем. Ну, а, конечно, наш вот этот вот ушки-зайки, они беленькие такие или светло-серые. И вот мы так раз, вот такой мазочек беленький поставили, и уже все у нас там будет окей. Так, румянчики. Чуть-чуть больше румянчиков нашим девушкам. Вот. И бюстье надо светлее немного. О, посмотрим, может, мы это бюстье превратим в... Чтобы не было, знаете, как элемент купальника, да. Может, мы превратим в такой корсетик коротенький, да. Чтобы не было, знаете, пляжного такого момента. Так, и давайте вот у этой дамочки возьмем цвет еще какой-то. Давайте ультрамарин возьму и кадмикрасный. Могу же такой взять цвет. И вот начинаем мазочки такие делать. И смотрим, подходит ли нам этот цвет. Вот где, почему мы это все делаем. Мы подбираем цветовую гамму для будущей большой работы. Вот. Хорошо. Какую бы нам ей... Ну, сделаем, знаете, небольшую, как будто бы такое маленькое платьице у нее. Знаете, такие бывают платьица, как надувные чуть-чуть. Так, то же самое. Это ультрамарин кадмикрасный. Можно так сделать, что она сидит на этом платьице, да. Но там все равно чуть-чуть ножки видно. Вот здесь. И уже потом чулочки идут. Так. А чтобы она сидела, надо ей обязательно сделать свет на этом платьице. Вот здесь. Вот такая вот цветовая штучка. Ну, и чулочки. Чулочки надо сделать потемнее немножко. Вот, смотрите. Там же у нас на рисунке. Видите, какие темные чулочки? И они заодно позволят нам укоренить это пространство. Ну, и вот здесь, конечно, падающая тенька может пойти от девушек немножко. А, ее корону, корону можно тоже такими какими-то узорами обыграть. Допустим, изумрудка белила, да. Вот, ну, туфелька наша, вот она, да. Вот она, туфелька. Узенький, очень узенький носочек. Можно бантик там сделать. Пяточка, каблучок. А у этой девушки здесь не будет видно туфельки, да. Ну, зато, вот он, да, чулочек пойдет сюда, и ножка готова примерить туфельку. Вот она, ножка наша. Ну, не босиком же ее делать, правда? Это же зимка, зимка. Так, потемнее можно чулочек сделать, чтобы красивая ножка вот сюда на нас шла. Вот она. Конечно, мы, когда сейчас нашлепываем, то мы, конечно, спрыгнули с рисунка. Но зато у нас есть, вот ботинок, смотрите, Марс. Ботинок, чистый Марс, давайте. Вот он, такой грубый. Но зато теперь у нас есть территория, которую мы можем потом подсматривать сюда, когда будем писать более большую работу. Вот. И дай бог, чтобы мне хватило сил на еще две работы. Но я вам хотя бы расскажу, да. Вот, видите, это нашлепочек такой. А, не забудем очень главную вещь. Смотрите, в этой работе не забудем, что здесь шахматный пол идет. Да. Смотрите, в этой работе не забудем.